Волюнтаристский, чисто большевистский социальный эксперимент, перевинувший в 1917 году весь жизненный уклад Российской империи, вынудил население богатейшей страны искать способы к выживанию. Последовавшие за этим широкомасштабные репрессии и насилие, всевластия партии уравняли все нации и народности, союзные и автономные республики, края и области, всех граждан огромной страны в своем национальном и человеческом бесправии. В этом плане советские немцы никогда не были исключением из общих правил. Политика советской власти в отношении этнических немцев имела свою специфику, которая проистекала прежде всего из сложившихся представлений о немецком этносе. В частности, большевики, особенно в первые годы, считали, что немецкие колонии – это кулацкие гнезда, а чуть ли не все колонисты – сажиточные крестьяне, крепкие хозяева, угнетающие всех остальных крестьян. Отсюда и более интенсивное и жесткое выкачивание из немецких крестьян продовольствия и материальных ценностей, начавшиеся еще в годы Гражданской войны. Ну а высокая степень религиозности, строгое следование христианским заповедям, организованность, дисциплинированность, исключительное трудолюбие, развитое чувство хозяина, своей собственности и почтительное отношение к собственности других людей – все это советская власть сильно раздражала. В Грузии отношение к немцам было особое, их уважали, ими восхищались. Однако и здесь идеология большевизма и национальная психология немцев имели очень мало точек соприкосновения. Хотя в первое время немцы, как и другие малые народы Советского Союза, оказались в плену иллюзий, вызванных провозглашением Декларации прав народов. Отношение властей к советским немцам резко ухудшилось, когда они, оказавшись, как и другие народы, в тяжелом положении, пытались найти выход и использовали некоторые преимущества своего этнического происхождения. Стремились вернуться на историческую родину, обращались за помощью к эмигрировавшим родственникам и друзьям, получали оттуда материальную помощь и моральную поддержку. Причем гуманитарная помощь была для советских немцев не только материальной поддержкой, но и своеобразным мостом духовной связи с исторической родиной. Однако массовые просьбы местных немцев в начале 30-х годов разрешить им выезд в Германию натолкнулись на резкий отказ советских властей. Начались массовые репрессии. В Грузии одно из достаточно больших немецких поселений находилось на территории нынешнего города Болнись, это примерно в 60 километрах южнее Тбилиси. И называлось оно довольно необычно для Грузии «Люксембург». Здесь родился и создал семью Отто Генрихович Кетчик. Справка. В связи с поступлением заявления Кетчик Риты Отовны с просьбой пересмотреть архивное дело номер МР 35889 и исправить фамилию репрессированного в 1937 году, а ныне нами реабилитированного ее отца Кетчик Отто Генриховича. Из материалов уголовного дела просматривается, что постановление об избранной мере пресечения протоколы обыска анкеты арестованного, протоколы допроса и протокол заседаний бывшей тройки при НКВД ГССР от 16 сентября 1937 года составлены неправильно и не имеют обоснованного состава преступления, а также неверно указана фамилия осужденного. Вместо Кетчик правильно, везде пишут Кетчик. Известно, что в годы необоснованных репрессий следствием были заняты сотрудники НКВД, которые зачастую не имели должного образования и, как показывает практика, неоднократно допускали грамматические ошибки, особенно в отношении иностранных граждан и, что самое главное, юридически производственные ошибки, что стоило жизни миллионам граждан бывшего Советского Союза. Постанавливают удовлетворить просьбу заявителя по пересмотрению следственного дела и изменению фамилии репрессированного. Выдать вторично справку о реабилитации. Заместитель начальника учетно-мобилизационного центра информационно-разведывательной службы майор Эмиронов и старший майор Гикошвили. 11 мая 1993 года. Когда и как семья Кетчик осела в этих краях, неизвестно. Но по показаниям соседей и местных жителей видно, что относились к ним с большим уважением. Вот то Кетчик работал заведующим складом. Вообще, относительная автономия компактных немецких поселений в Советском Союзе была обусловлена в частности тем, что они производили немалый объем продовольствия, поступавшего в частности и в общесоюзный фонд. Однако, большевистские эксперименты вызывали, как правило, негативную реакцию немцев, которые упорно противились попыткам сломать их традиционный жизненный уклад. Именно ментальностью советских немцев объясняется и то, что они оказались в числе тех народов Советского Союза, которые наиболее долго и трудно адаптировались к новому общественному устрою. И это приводило к жестоким, репрессивным, карательным мерам со стороны режима. Как видно из архивных документов, большевикам все же удалось расколоть немецкое население страны. Среди российских немцев было немало людей, безоглядно принявших большевистский режим, служивших ему верой и правдой. Впрочем, в те годы и в самой Германии революционные идеи были достаточно популярны. В России коллективизацию и раскулачивание в немецких селах проводили сами же немцы, односельчане. Они же писали и доносы на своих соседей и коллег по работе. И даже принимали участие в репрессиях. Хотя некоторые из них и сами становились их жертвами. В 1931 году проживающих в СССР немцев обвинили в создании так называемой «сети антисоветской агитации». Репрессиям подверглось и протестантское духовенство. В частности, в Грузии люксембургский пастор Ганн, а также все кюстеры, то есть смотрители протестантской церкви, были приговорены к различным срокам заключения. Тифлийский оберпастер Майер подписал на допросе признание в недружелюбных высказываниях в адрес советской власти во время проповеди. И был приговорен к расстрелу. Судьба Отто Кетчика тоже сложилась трагически. Постановление. Особая тройка при НКВД ГССР в составе капитана ГБ Грузии Морозова, начальника люксембургского РО НКВД, младшего лейтенанта Григория и капитана Штольца, рассмотрела следственное дело номер 18161 на Кетчика Отто Генриховича, рожденного в 1904 году 22 июля, немца, семейного, гражданина СССР, беспартийного, проживающего в городе Люксембург, улица Новая, экспедитора ОНП того же района. 17 февраля 1937 года он был арестован по следующему обвинению. Антисоветская болтовня, создание подпольной троцкистко-фашистской группировки среди немцев местного происхождения. Также систематически считал книги на немецком языке религиозного характера. Обвинение предъявлено по статьям 58-10, 58-11, 58 Уголовного кодекса ГССР. Решением особой тройки Кетчик Отто Генрихович приговаривается к высшему наказанию – расстрелу. 16 сентября 1937 года. В деле хранится еще один последний по времени документ. Это копия официального ответа из Грузии на запрос, поступивший из Казахстана. Информационно-разведывательная служба Республики Грузия отвечает гражданке Кетчик Рити Отто, не проживающей в Республике Казахстан, город Павлодар, улица Советов 75, на запрос, посланный 20 марта 1993 года, что не располагает сведениями о приведении приговора в исполнении. Поэтому, к сожалению, о месте захоронения Кетчик Отто не может сообщить старший майор Гикошвили. Вот так выглядит трагическая судьба этой семьи, так сказать, на бумажном уровне, то есть на сухом языке документов. Что им всем довелось перенести в действительности, одному Богу известно. Вы смотрели программу «Без срока давности». Всего вам доброго.